Тумсо, как тебе удается так долго жить, будучи врагом номер один для семьи Далдухвахуэлла? Здесь ответ, наверное, как раз отсылка к предыдущему вопросу про двух выживших псковских десантников. Как получилось так, что двое псковских выжило? Ожил, как говорят чеченцы. Их час не настал в тот момент. Тумсо, как тебе удается так долго жить, будучи врагом номер один для семьи Далдухвахуэлла? Здесь ответ, наверное, как раз отсылка к предыдущему вопросу про двух выживших псковских десантников. То же самое, не настал мой час, значит, еще. Ас-саламу алейкум, Тумсо, около месяца назад видел иллюзиониста на костылях в аэропорту Шереметьево. Он не твоих рук дело, говорит. Алейкум ас-салам. Нет, я к этому не причастен. Это, наверное, у него какая-то проблема со здоровьем просто. Нет сомнения в том, что режим рано или поздно рухнет. И вот тогда тех, кто служил данному режиму, ожидает ужас. И ужас этот будет не от федералов, он будет от своих чеченцев. Неужели они это не осознают с учетом твоих слов, что подавляющее большинство чеченцев ненавидит прислуг режима? Они, наверное, я не люблю эти риторические вопросы. Сталин, когда высылал народа, он не знал, что это вызовет в конечном итоге восстание этих людей. Тоже знал. Ну, все они это знают. Ну, такая их сущность преступная. Гитлер, когда уничтожал евреев, он не знал, что это тоже вызовет обратный эффект. Тоже знал. Кстати, твои просьбы исполнили. Мы мучились за эти номера. Ахмад, если нет, то напомни еще раз. Нет. Нет, этого. Эту просьбу не исполнили. Саламу алейкум. Ну, сад, скажи, Рамзану от лица индивидуальных предпринимателей города Грозного. То, что он и его команда закрывает продуктовые павильоны, угрожая, что тракторами снесут. Это незаконно. И противоречит исламу. Ну, дай людям зарабатывать и не подгоняй весь бизнес республики под себя, ларомца. У алейкум ассалам. Ты уже сказал ему все, что хотел. Но и ты, и я, мы с тобой оба прекрасно понимаем, что плевать он не хотел на то, что мы ему скажем. Хватит ли у чеченцев сил оккупировать Дагестан? Чеченцы не собираются ничего оккупировать. Тем более Дагестан. Я надеюсь, что нам и не нужны эти силы. Нам бы сначала свое государство оккупировать. А Дагестан зачем оккупировать? Я тоже не понял, для чего должны чеченцы оккупировать Дагестан? Что это за вбросы такие? Ну, ну, а Исаак Гендагновский что сделал? Кто нагнул аварских ханов? Аварских ханов, насколько я знаю, борьбу с аварскими ханами вел имам Шамиль. Он тоже был аварцем по национальности. До имама Шамиля это делал Газим Мухаммад, а помилует их всех Всевышний Аллах. Гамзат Бек затем. В общем, я не знаю, для чего ты это делаешь. У тебя, походу, какая-то националистическая ересь в тебе присутствует. Ты вместо того, чтобы пытаться объединять, ты пытаешься разъединить. К аварским ханам были претензии не у чеченцев или отдельно взятых народов. К аварским ханам были претензии у мусульман Кавказа, у единого государства имамата Чечни и Дагестана, которые плечом к плечу сражались и с этими аварскими ханами тогда, и с другими, кто был против, кто воевал, кто являлся российскими сателлитами на нашей земле. Саламу алейкум, Тумсов. В исламе сказано, что мы, мусульмане, находили 70 оправданий каждому брату по вере. Почему ты не пытаешься найти хотя бы одно оправдание многим братьям? Алейкум ассалам. Ну, назови мне тогда такого одного брата, которому я не постарался найти оправдание. Так, насчет Абхазии. Ты говорил, что это оккупированная земля. Грузин это не так земля. Абхазия, мне нравится Абхазам. Алейкум ассалам. Когда в Абхазии будут стоять не российские войска, а действительно в результате договора с грузинами, войны с грузинами, или как я не знаю, вы там решите вопрос между собой. И вот, если таким образом у вас вопрос решится, и вы станете независимым государством, я с удовольствием это приму. У меня нет каких-либо интересов в этой теме. Но пока там находятся российские войска, это оккупированная территория Грузии. Пока мы, и ты, и я, мы с тобой прекрасно понимаем, что Абхазия это никакое не независимое государство. Это один из регионов России сегодня, контролируемый Россией. И войска там стоят российские. Пока вот так будет происходить, для меня это будет оккупированная территория Грузии. Как и Южная Осетия, так называемая. Для меня это цехенвальский регион Грузии. Какие отношения чеченцев в Европе с другими мусульманами? Вы можете надеяться на их помощь в Европе? Отношения у нас нормальные со всеми, не только с мусульманами и не с мусульманами. А на помощь какую, о какой помощи идет речь? Мы как бы и так, и так получаем здесь помощь от этих государств. Даже тем, что нас уже сюда запустили и как-то приютили, это уже помощь для нас. То есть о какой помощи ты говоришь? Еще одна тема. На этой неделе прошли митинги в Азербайджане. Митинги проводила чеченская общественность, проживающая в Азербайджане. Это чеченские беженцы, многие из них уже 20 лет проживают на территории Азербайджана. Уехали во время второй российско-чеченской войны. Насколько я смог вникнуть в эту ситуацию, я так понимаю, что Азербайджан это одно из тех государств, где само государство не поддерживает беженцев, само государство не предоставляет статуса беженца. Ну или не предоставляло до некоторого времени. Соответственно, не поддерживает никак этих беженцев. И поэтому в таких государствах эти обязанности на себя берет обычно ООН. И вот в Азербайджане существует УВКБ ООН, управление верховного комиссара ООН по беженцам. И они до сих пор обеспечивали, это громко сказано, конечно, как-то поддерживали этих беженцев, проживающих в Азербайджане. Очень много людей перебралось в Европу, не только в Европу, даже в страны, Канаду, Америку. Они перебрались из Азербайджана и их перевозили как раз с помощью этого механизма ООН. То есть это тот момент, когда ООН присваивает человеку статус беженца, то есть они определяют, что он действительно нуждается в убежище. И далее уже ООН ведет переговоры с различными странами. И когда какая-то страна соглашается этих людей принять, их перевозят уже по линии ООН. Очень много людей вот так было перевезено из Азербайджана. Но вот какая-то часть людей остались там, к сожалению, по тем или иным причинам. Они уже 20 лет, некоторые из них живут. И, конечно, это такая сложная жизнь. Вот сейчас она у них еще более усложнилась, потому что, насколько я понял, то ли сейчас Азербайджан подписал конвенцию, то ли они там сейчас договорились, что Азербайджан берет на себя обеспечение этих беженцев. В общем, что-то там такое произошло, и у ОКБ ООН теперь с этого месяца, с этого года, они отказались от обеспечения, ну, поддержки этих чеченских беженцев. И вот в чеченцы собрались, провели митинг перед ОКБ ООН. Они обращаются к различного рода СМИ, правозащитникам, просят обратить на них внимание. И здесь я, конечно же, хочу их поддержать и попросить действительно, если кто-то, кто может на это обратить внимание, чтобы обратили. И я, конечно, понимаю, что там, возможно, были озвучены какие-то вещи, не совсем корректные, например, как призыв к тому, чтобы проверить зарплаты персонала ОКБ ООН и так далее. Это, конечно, не наши вопросы. ООН сами лучше знают, кому и сколько им платить, где и какой штат им держать и так далее. Не мы им должны это советовать. Но и этих беженцев мы должны понять, они, находясь в таком состоянии, как бы, угнетенном, ну, в общем, надо войти в их положение. Они, может быть, говорили в каких-то моментах то, чего не должны были говорить. Но это, я думаю, упростительно в этой ситуации. Здесь, конечно, я не могу с какой-то там жесткой критикой выступать в отношении ООН, потому что с юридической точки зрения я понимаю, что они наверняка там как бы обезопасились. Юридически к ним вопросов нет. Они договорились с Азербайджаном, что теперь все, вы, значит, берете на себя поддержку этих беженцев. И все, они как бы чисты, умыли руки, так сказать. Но, и да, юридически к ним не придрешься. Но здесь есть человеческая сторона. Здесь просто надо понимать, что это Азербайджан. И от того, что Азербайджан сказал, да, теперь мы берем на себя, вы можете дальше, значит, не волноваться. Но и они в ООН, и мы все прекрасно понимаем, что Азербайджан не будет их поддерживать, что там, что вообще в принципе Азербайджану не до них. И они как бы, эти беженцы остаются как у разбитого корыта. ОВКБ ООН от них отказалось, и азербайджанское правительство их поддерживать как бы не собирается. Поэтому не совсем правильно их в такой ситуации вот так оставлять, понимая, что не будет никакой поддержки от Азербайджана. В общем, хочется призвать и ООН, и вообще всех, кто может как-то повлиять на эту ситуацию, чтобы все-таки обратили внимание на азербайджанских беженцев. У них сейчас действительно сложная ситуация. Да поможет им Всевышний Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok